Всем привет слабонервных или тех у кого повышенный рвотный рефлекс. Прошу сразу поставить пальцы вбок вниз и переключиться. Сегодня речь пойдет тоже о переработке, но не пластика, а вот этих вот замечательных питательных элементов. Но в качестве жидкости будет очень интересная субстанция, да наверное уже догадались что это моча, ведь в наших биологических отходах очень много солей и минералов, которые могут с легкостью активировать металлы, тем самым вырабатывает электродвижущую силу. Начнем потихоньку. Есинтуки 17, соленые, ну а проводить эксперимент я буду сегодня, вот из этой конченной батареи и вот такой вот медной пластины Думаю, что вы такую пластину конечно же не найдете. Можете воспользоваться либо медной трубой, либо проволокой. Поехали! На мой взгляд солевые батарейки не опасны для разбора. Не знаю что это, наверное какой-то угольный состав. Ну очень сложно отмыть руки. Из-за этого я пользуюсь перчатками. Из самого элемента мне нужен только цинк. Вот как раз корпус и состоит из цинка. Металл мягкий и поддается обработке очень легко. Немного о самом солевом элементе. Аппарат состоит из цинкового катода и анода в окисе марганца в качестве электролита служит соль. Но там по-моему какое-то замороченное название. Хлорид аммония, что ли? В моем случае в качестве анода будет выступать медная пластина. Конечно же я не жестянщик, так что ровный цилиндр у меня наверно не получится. Я не стал заморачиваться и напечатал прокладки из пэт пластика. Не знаю, может быть салфетки или бумага дали бы более положительный эффект. Пишите, советуйте! Припаяться к цинку не составляет труда, но медный электрод очень толстый и к сожалению паяльником его не разогреть, так что приходится нагревать горелкой. Электрод из убитой батарейки готов! Осталось добыть немного жидкости, чтобы преобразовать химическую энергию. По этическим соображениям, я не могу показать добычу импровизированного электролита. Напряжение, думаю, вполне отличное для такой батареи. Стремновато конечно, но что не сделаешь ради эксперимента. Сейчас померяем ток. А вот ток, к сожалению, МКЗ начинает падать. Ток около 40 миллиампер, но в принципе этого и следовало ожидать. Все-таки я хочу что-нибудь запустить, например зарядку телефона, придется собрать еще 9 блоков. Давайте, наверное, немножко магии об этом химическом процессе. Как известно, цинк бурно реагирует с кислотами. Простор переходит не атомы цинка, а положительные ионы. Так что в электроде остается избыток электронов. Из-за этого цинковая пластина заряжается отрицательно. С медной пластины протекает тот же процесс. Но избыток отрицательных зарядов на медном электроде гораздо меньше. А это значит, что относительно цинкового электрода его потенциал получается более высоким. Если соединить проводником медную и цинковую пластину, то электроны начнут щемиться с цинковой на медную пластину. И в цепи потечет электрический ток. Ура, товарищи! Ну наконец-то все близится к завершению. Сейчас упакую электроды в корпуса и урина батарея готова. Намудрил я конечно с контактами, можно было просто вывести провода. Обязательно нужно проверить на козу, хотя особо ничего страшного то не произойдет. Топливные ячейки готовы. Осталось накопить биологический материал, который активирует электродвижущую силу. Ну наверно дня два я буду копить или кого-нибудь попрошу мне помочь. Пока набирается материал, мне пришла в голову одна идея, а не попробовать ли залить вот это вот бухлишка. Как вы сами видите, результаты получились не вполне возбуждающие, эх, только загубил огненную воду, хотя сейчас я и найду применение. Ну вот он, электролит получен биологическим способом. За полтора суток я выпил вот таких вот две бутылки, к сожалению, один образец почему-то свернулся. Гадость редкостная. Постараюсь как можно меньше комментировать на этом куске видео, чтобы вы могли представить всю прелесть запаха этого биологического материала. Сейчас померяем, это альтернативный источник энергии. Для начала попробую поморгать светодиодами. Для начала попробую поморгать светодиодами. Посмотрим, сможет ли эта батарея дернуть хоть немножко телефон на зарядку. У меня есть вот такой DC-DC преобразователь, который стабильно держит 5 вольт. Если будет 2 вольта, он все равно будет выдавать 5 вольт. Наверное немножко слукавил, говоря, что это простой биологический материал. Ведь за 36 часов я выпил почти 3 литра минеральной воды, богатой солью и минералами. Фантастика, да? Био батарейка из торсера работает. Но это драмолет. Интересно, а смартфон потянет? Спустя 10 минут, все таки более мощный смартфон просадил батарею. Ну что, биологическая батарея уже не из кому ненужных элементов, которые могли бы поехать на помойку. Работает? Да, это грязный эксперимент, но без труда и не вытащишь маленькую с кабака. Дядюшка Томас Эдисон, прежде чем пустить свою лампу накаливания в массы, испытал не одну тысячу материалов, чтобы лампа накаливания светилась хотя бы сутки. И вот результат, у нас есть свет. Так что не надо стонать, что у тебя что-то не получается. Разбери и собери по новой. С новым взглядом на конструктивную модель. Скорее всего, когда выйдет это видео, с Божьей помощью я буду уже в Москве или в Сочи. Идеи десятки, но к сожалению я не успела их осуществлять. Вон у меня измельчитель, уже 8 месяцев лежит. Безумная идея смочи. А я думаю не совсем. Это просто еще один источник получения энергии, хоть и маленькой. Жду от вас буквы под видео с такими же на первый взгляд больными идеями. Если хотите, то в отпуске я как-нибудь буду монтировать на телефоне небольшие видосики. Один-две минуты. Ладно ребята, я с вами не прощаюсь. Не болейте и храни вас Господь. До скорой встречи! Подписывайся на инсту и смотри первым мои новые видео. Между съемок я часто кидаю рабочие куски от снятого материала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова